МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особенности национального языка. Лингвисты из северной столицы России изучают особенности чувашского языка. Михаил Игнатьев провел заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсуждались основные подходы к организации работы по реализации в Чувашской республике национальных проектов, определенных новым майским указом президента России. Правительством Российской Федерации до 1 октября 2018 года совместно с субъектами разрабатываются программы, которые будут внесены на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Работа проектного офиса ведется по 12 основным направлениям, в том числе здравоохранения. Оно включает 8 проектов, которые охватывают практически все сферы отрасли. На их основе разрабатываются региональные проекты. В Чувашии первый проект посвящен улучшению доступности, качества и комфортности первичной медико-санитарной помощи. За последние три года в республике открыто 11 новых современных поликлиник в шаговой доступности. Активно идет строительство многопрофильной поликлиники в Чебоксарах. С 2013 года по инициативе главы Чувашии Михаила Игнатьева открыто 152 современных фельдшерско-акушерских пункта. Это позволило обновить каждый четвертый ФАП. До 2020 года запланировано строительство новых объектов сельского здравоохранения. Это ФАПы, врачебные сельские амбулатории, закупка мобильных медицинских комплексов для населенных пунктов, где проживают менее 100 человек. Население у нас всего 420. Из них детей 60, взрослого населения 360. Раньше мы работали в старом административном здании. Здание арендовалось. Там не было условий у нас. И воды не было, и канализация не работала. Не топилось, воды не было. Вот такие условия. А работники хорошие у нас. Еще два проекта посвящены снижению смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В Чувашии в обоих направлениях проделана большая работа. Выстроены эффективные схемы оказания медицинской помощи. Внедрены новые технологии и современное оборудование. Растет количество людей, охваченных профосмотрами. Результат – снижение смертности на 24,7% соответственно. Учитывая актуальность проблемы по инициативе главы Чувашия, в республике 2018 год объявлен годом борьбы с онкологическими заболеваниями. Один из самых масштабных проектов – совершенствование медицинской помощи детям. В том числе и развитие детской инфраструктуры, начиная от ремонта старых и заканчивая строительством новых лечебных учреждений. Этот проект должен позволить снизить не только младенскую смертность. Здесь надо сказать, что мы в Российской Федерации являемся в передовых позициях по наименьшему количеству. А также детскую смертность до 4 лет включительно и смертность детей до 17 лет включительно. И естественно улучшить в целом состояние здоровья детского населения. Всего за время реализации проекта мы ожидаем сохранить еще около 2000 жизней. Большое внимание уделяется кадровой политике в здравоохранении. С начала реализации программы «Земский доктор» сельскую местность удалось привлечь более 370 молодых специалистов. А с этого года она распространяется и на фельдшеров, которые в селах практически выполняют функции врачей. Что же касается цифровой медицины, в республике сформирована полноценная информационная система, высоко оцененная в Минздраве России. Это и цифровой архив изображений, цифровой архив лабораторных исследований, централизованные региональные диспетчерские скорой помощи и так далее. Дальнейшая задача – интегрировать эту систему с федеральными. В Чувашии начались уборочные работы. Сегодня озимые зерновые убирают в Яльчикском и Цивильском районах. Помогает или мешает в этом году аграриям погода – об этом Ольга Пырочкина. Весна и начало лета аграриям, мягко говоря, подвели. Снег сошел поздно, а в период так называемой вегетации, роста и развития растений было холодно. Так что на уборку хозяйство республики в этом году вышли на две недели позже обычного. Колосси, конечно, должны быть выше, отметил глава Чувашии. Однако зерно созрело. Влажность в колоссах мы сейчас и на зуб попробовали, дедовским методом, и приборы показывают на уровне 16-18%. Надо убирать, потому что погода меняется. При сильном ветре уже от сильного ветра зерно будет просто выбиваться на землю. Это потери, а потерь не должна быть. Для уборки в республике все готово. И парк техники, и запасы топлива. Увы, в сельском хозяйстве не все зависит от человека. Так, в пяти районах Чувашии специалисты зафиксировали низкий уровень влажности в пахотном слое в течение трех декад подряд. Проще говоря, засуху. Многие говорят, что прошли дожди, не может быть засухи, к сожалению, не так. На что может сегодня повлиять? Конечно, сегодня колосси сформированы, вроде как озимые. Налив зерна где-то яровые, поздние пассивы происходят. Происходит формирование клубней картофеля. Также корнеплоды, культуры такие как свекла, сахарная, кормовая и так далее. Конечно, они сейчас будут очень сильно терять. Если в ближайшее время ситуация не изменится, в засушливых муниципалитетах могут объявить чрезвычайную ситуацию. Ольга Пырочкина, Елизавета Зайцева, Андрей Шоклев. Число индивидуальных предпринимателей в республике и в целом в России будет расти. Условия, при которых бизнес будет успешно развиваться, обсудили на заседании Стратегического совета. Поддержка бизнеса и производительность труда – перемены, напрямую зависящие друг от друга. Чтобы добиться второго, стоит поддерживать первое. Так, летом 2017-го Федеральный Центр запустил профильную программу, в которую вошли более 200 предприятий в 16 регионах. Из Чувашии в нее попали 10 ведущих компаний, такие как Химпром, Электроаппаратный завод, завод имени Чапаева, Ядренмолоко и другие. Дополнительные инвестиции в производство, модернизацию разных технологических линий и совершенствование управленческих технологий организации самого производства. Количество организаций, осуществляющих технологические инновации, должно быть до 50% от общего их числа. За счет комплексной реализации мероприятий программы планируется, что к 2025 году прирост производительности труда в Чувашии по сравнению с 2016 составит не менее 24%. Перед нами поставлена задача добиться темпы роста производительности труда не менее 5% в год. Для чего? С какой целью? Обеспечение устойчивого роста реальных доходов работников, снижение в два раза уровня бедности. Следующая задача, определенная президентом страны, это увеличение численности индивидуальных предпринимателей до 25 миллионов человек. Для этого предусмотрено снижение административного, налогового, финансового бремени на бизнес. Обеспечение доступа к муниципальным и государственным закупкам. Сегодня у нас это показатель 26%, 3,6 миллиардов рублей. Годом ранее у нас было это значение ниже, 3,1 миллиард рублей. Продолжат строительство и развитие промышленных и агропарков, в которых условия для предпринимателей мягче, на несколько лет меньше налоги и арендная плата. Для поддержки малого и среднего бизнеса выстроена стратегическая система, которая по расчетам к 2024 году должна привести к увеличению числа ИП в республике, увеличению доли экспорта малых и средних предприятий в общем объеме экспорта Чуваши до 8%. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Борис Андреев, Республика. В Чувашии установят новый статус сельских старост. В деревнях они были всегда, но законодательно назначаются впервые. Главная задача староста – организовать эффективное взаимодействие между жителями и органами местного самоуправления. Этот и другие вопросы обсудили на заседании правительства республики. В повестке дня Кабинета министров утверждение коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 2019 год. Он касается исчисления НДФЛ для иностранцев, работающих на территории Чувашии без визы на основании патентов. Рассчитывается как фиксированный авансовый платеж. Оно рассчитывается исходя из фиксированного платежа 1200, который утвержден также Налоговым кодексом. Он умножается на коэффициент дефлятора, который ежегодно утверждается Министерством экономической выразительной Российской Федерации, и на региональный коэффициент, который утверждается ежегодно субъектами Российской Федерации. Региональный коэффициент оставили такой же, как и в предыдущие годы – два. Сумма оплаты налога для иностранных граждан в итоге получается 4200 рублей. Все деньги идут в бюджет региона. Кроме того, в Чувашии до 31 декабря на всех рабочих местах должна быть завершена специальная оценка труда. Проводят ее шесть специализированных организаций, аккредитованные Министерством труда Республики. Правда, многие работодатели еще не позаботились об оценке или провели ее формально. Мы, в соответствии с поручением правительства Российской Федерации, провели проверки этих организаций. В одной из организаций выявили тот факт, что один эксперт в один и тот же день, используя один и тот же прибор, провел измерения в трех различных городах Российской Федерации. Вот этот факт свидетельствует о том, что возможный формальный подход. И поэтому хочу работодателям пересторечь. Инспекция труда в Чувашской Республике будет проводить мероприятия по отмене специальных оценок результатов, специальной оценке условий труда, как по несчастным случаям, так и по фактическим ее проведениям. Эта работа у нас начата. Неадекватная оценка условий труда работников может привести к невыплате компенсаций за вредность. Исправить ошибки еще можно. А вот с 1 января 2019 года уже начнутся проверки. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Должны ли пускать родственников в реанимацию? Как будет проходить переход на электронные трудовые книжки? И правда ли, что за перевод денег с карты на карту придется платить подоходный налог? Обо всем этом в правовых новостях компании «Гарант». Госдума страны в первом чтении приняла законопроект, согласно которому родственники смогут посещать пациентов в реанимации. После вступления в силу норму «Русиен» появится право быть со своими близкими в тяжелые моменты, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Проект не содержит четкого перечня родных и близких, которых, предполагается, будут беспрепятственно пускать в реанимацию. В проекте сказано о родителях, иных членах семьи и иных законных представителях пациента. Регламентировать порядок таких посещений должен будет Минздрав России. Напомним, что пока ведомство ограничилось лишь методическим письмом по данному вопросу, которое не является обязательным к применению. Ко второму чтению законопроект обещают доработать с пациентским сообществом, чтобы снять все возникающие вопросы. Идет работа и над переходом на электронные трудовые книжки. Запуск системы запланирован на 1 января 2020 года. По замыслу авторов реформы, в конечном итоге от новшества выиграют все. Исключается возможность утери или поделки трудовой книжки, утери информации о работодателе. Сведения о бывшем месте работы будут оперативно передаваться новому работодателю. При обращении за госуслугами не надо будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и о стаже. В начале лета в интернете появилась информация, что при переводе денег с карты на карту, с россиян якобы будут взимать подоходный налог. Действительно, с 1 июля банки должны предоставлять в налоговую все данные о движении средств на карточках физлиц по первому запросу. Однако безвозмездные переводы облагаться налогом не будут. Доходами не признаются доходы от операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями между членами семьи и близкими родственниками. Доходы в денежной форме, получаемые налогоплательщиками от физических лиц в порядке дарения, не подлежат обложению НДФЛ. Вместе с тем, если поступившие на счет физического лица денежные средства переведены в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового характера, то они признаются доходом такого физического лица и подлежат обложению НДФЛ. В профессиональный праздник в Следственном управлении Следственного комитета России по Чувашии отметили лучших сотрудников. Как отметил руководитель управления Александр Полтинин, первое полугодие завершилось с хорошими показателями. В первом полугодии 2018 года следователями Следственного управления Следственного комитета России по Чувашии проведено около 2500 доследственных проверок. По их результатам возбуждено 844 уголовных дела. Завершено расследование свыше 650 дел. Ровно вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось количество уголовных дел о коррупции – 165. В суды направлено 48 уголовных дел, остальные находятся в производстве. Так, по итогам работы за первое полугодие текущего года по уголовным делам, находившихся в производстве следователей ведомства, сумма установленного ущерба составила более 880 миллионов рублей. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. По результатам принятых следователями мер удалось возместить 690 миллионов рублей причиненного ущерба, что также значительно превышает аналогичный показатель предыдущего года. По-прежнему острым остается вопрос защиты конституционного права граждан на своевременную оплату труда. В этом году работа в этом направлении была активизирована. По результатам возбуждено 18 уголовных дел о длительной невыплате заработной оплаты, что на 8 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Установлена сумма ущерба, причиненного работникам, и она составляет более 13 миллионов 300 тысяч рублей. По результатам принятых следователями мер 13 миллионов из этой суммы возвращено работникам, то есть сумма ущерба перед ними погашена. В Чебоксарах в ночном ДТП с участием фуры погибли мотоциклисты и его пассажирка. Авария произошла 24 июля в 23.50 на перекрестке проспекта Мира и улицы Валькевича. По данным автопортала «За рулем», водитель грузового авто при повороте в сторону улицы Николаева не пропустил мотоцикл, который на высокой скорости двигался в направлении автовокзала. Предварительно больший груз совершал маневр на запрещающий сигнал светофора. Не горела дополнительная секция. В результате аварии 29-летний мотоциклист и его 34-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. Спрятать смертоносное объявление под слоем краски. В Чебоксарах стартовала акция «Здоровый город» по закрашиванию рекламы наркотиков. Молодые люди ходят по дворам и проверяют стены домов на наличие надписей о продаже психотропных веществ. Вместе с волонтерами в один из рейдов отправилась и наша съемочная группа. Эти гаражи примыкают к детскому саду одного из домов по улице Эльгера. Большинство местных жителей даже не догадываются, что именно скрывается за такими вот объявлениями. Трудно поверить, но это настоящая реклама продажи наркотиков. Вооружившись баллончиками с краской на борьбу с загадочными записями, выходят волонтеры. Они знают, какую угрозу таят в себе эти надписи. «Я полностью поддерживаю эту акцию, так как я за здоровый образ жизни. Я поддерживаю позицию, что Чебоксар должна быть спортивной столицей. И тут не должно быть таких реклам, тем более публичных, на которых ведутся дети». Красные круги, оставленные добровольцами, возможно, выглядят неэстетично. Но то, что было прежде, тоже далеко от эстетики. К тому же очень опасно. Волонтеры уверяют, уничтожать следы наркоторговцев они готовы везде. «Активная работа ведется в интернете, когда мы принимаем жалобы из населения. При виде рекламы наркотических средств они могут нам написать. Но здесь мы хотим все-таки чуть-чуть систему изменить, когда добровольцы. Мы провели активную работу по набору добровольцев. Каждый желающий мог войти в команду проекта. Мы будем делиться на квадраты и обходить город своими ногами. То есть непосредственно не ждать, когда к нам напишут, а сами ходить, мониторить, искать и также бороться с данной рекламой». Чебоксарская молодежь намерена развивать антинаркотический проект. Через две недели появится так называемая кибердружина, которая будет бороться с рекламой наркотиков в интернет-пространстве. Таким волонтером может стать любой желающий в возрасте старше 18 лет. Набор уже объявлен. Рифат Фадкулин, Алена Алексеева, Борис Андреев, Республика. В Чувашию с экспедицией приехали лингвисты и молодые филологи из Санкт-Петербурга. Они изучают особенности одного из местных диалектов – Малокорачкинского. Чем он привлек их внимание, выяснила наша съемочная группа. Вот так в быту, с помощью латинской транскрипции, лингвисты изучают особенности чувашского языка. Сегодня у плиты Наталья Заика, ученая Питерского института лингвистики. Чувашский язык она исследует впервые. В нашей лаборатории, лаборатории технологического исследования языков, изучаем причинные конструкции. И нам нужны языки удаленные друг от друга с разными структурными свойствами. То есть нам неинтересно изучать русский, английский и французский. Это довольно хорошо исследованные языки. По ним уже много публикаций. Нам интересно изучать что-то такое более оригинальное для нас. И чувашский язык почему бы нет. Я более-менее получила тот материал, который я хотела. Максим Федотов – коллега Натальи. Но в отличие от нее, в Малое Карачкино он приезжает второй год подряд. В тот раз он изучал фонетику. В этот – в структуру вопросительных предложений. Вот если бы у нас были такие вопросы с вариантами. Петя завтра работает или отдыхает? Так, Петя, Иван, Ишлет или Канат? Ишлет? Или Канат? Все в Ядринском районе выбрали не случайно. Местный диалект очень сильно отличается от литературного чувашского языка. У лингвистов на этот счет два мнения. Первое – влияние марийского языка. Хотя здесь ученые спорят, кто у кого заимствовал словообразовательные элементы. Есть другая точка зрения, ну как бы скорее дополняющая, что у Кошкарского, у Малого Карачкинского есть просто некоторые архаические особенности чувашского языка, которые как раз в других диалектах были как-то либо утрачены, либо изменились на что-то другое. Поэтому получается, что здесь такая смесь разных причин исторических. Изучать местный диалект приехали и студенты высшей школы экономики. У каждого своя тема. Агата Зорина исследует повелительное наклонение. Получается, что повелительное наклонение по Шкартскому выражается довольно-таки разнообразно. Зачастую прибавляются специальные частицы, которые смягчают повеление и получается уже просьба. Если все пойдет как надо, то представляю себе, что можно выступить на конференции. Эта экспедиция скоро закончится, но уже в августе приедет новая группа студентов, которые продолжат исследовать языковые особенности. А результаты могут стать основой будущих научных работ. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Валерий Резюков, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся завтра в это же время в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова